Всем привет! Я Настя и сегодня вот здесь виднеется посылочка из Grand Hobby, содержимое которой я вам сейчас покажу. Итак, вы не поверите, посылка как, наверное, четверка почты России и вот это самое главное, что там лежит. Это именные бирочки. И давайте немножко предыстории. Все началось с моего паблика ВКонтакте, где я увидела именные бирочки от магазина Grand Hobby. И, конечно же, сразу побежала к ним на сайт, чтобы выбрать и себе такую же красоту. Там очень много вариантов и цвета печати, и цвета ленты, на которой печатают. В общем, я даже немножко потерялась, но после общения с менеджером успокоилась и даже придумала несколько вариантов сама надписи на бирочках. Ну и плюс несколько мне подсказал сам менеджер магазина. Была пробная печать и из этой пробной печати я уже выбрала то, что мне понравилось больше. Даже я советовалась с вами ВКонтакте, устроила опрос, где очень много проголосовало человек. Спасибо вам большое. Им понравился первый и последний вариант. Они все здесь. И давайте посмотрим. Так, прям и хочется сказать, моя прелесть. Очень красиво золотое, конечно, смотрится вообще супер. Очень много вариантов. Вам нужно зайти на сайт и уже просмотреть отдельно, что вам хочется, что вам нравится. Итак, первое, я вот придумала вот такую вот надпись с ножничками. Ну, у меня везде ножнички. Это как бы мой логотип и вот эти вот мои большие ножницы, которые мне нарисовала художник акварельными красками. И он у меня находится как логотип на канале и логотип в моем паблике ВКонтакте. В общем, ну, я этими ножницами работаю. Они мне очень нравятся. И плюс они такие очень фактурные, запоминающиеся. Дизайнер из меня не особо так выдающийся. Но, в общем, как-то вот так вот я попробовала сделать Куликова. И вместо буквы В английской вот такие вот подставила ножнички. Внизу хендмейт написала другим шрифтом. По фотографии было не очень видно. Я очень переживала. И мы с менеджером долго разговаривали на тему, как же будут эти точечки, этот шрифт смотреться на ленте. И, ну, вот мне кажется, что он очень здорово вписался. Это, по-моему, 2,5 сантиметра лент. Дальше с теми же самыми ножничками другой шрифт. Вот такая вот ленточка у меня, бежевая. Очень так она красиво блестит, переливается. Симпатяшка. Дальше у меня есть три варианта с моими ножничками. Именно вот с этими. Потом уже в конец, последний день, по-моему, там под вечер, когда уже там у меня целая огромная переписка с менеджером. Это, это, нет. Вот девочки подсказали, что лучше этот вариант, лучше этот. И, в общем, в конце я посидела в фотошопе и все-таки разрисовала свои ножницы. Они у меня там акварельные. Намудрилась там, нашла в интернете, как сделать из картинки графику. И, в общем, получились вот такие вот мои ножнички. Я здесь сделала дырочку. Вроде как тоже мои ножнички с ленточкой. И вот даже не знаю, как теперь, что лучше, какие лучше смотрятся ножнички. Вот эти многие обозвали портными для парикмахера. Ну, а вот эти уже чисто мои. И, кстати, вот на розовой ленте черный цвет шрифта мне очень понравился. Ой, вот это вот золото, это, конечно, вообще любовь с первого взгляда. Они, конечно, и подороже выходят, но и смотрятся. Смотрите, как здорово. Тоже мои ножнички. И тоже такой же шрифт. Супер. И размер, смотрите, какой маленький. Вообще, вот очень я старалась сделать именно его. Чем меньше, тем лучше. Ну, не совсем маленький. Там уже не читалось бы ни фамилия, ни что. Так, точно такой же черный шрифт на белой ленте. Тоже интересно смотрится. И вот такая вот красота. Это у меня на бордовой ленте с золотом написано. Просто без ножничек, без ничего. Фамилия, ручная работа. Конечно, блестящим цветом это очень классно смотрится. Так, и для примера. Вот у меня здесь есть на тоненькой. Мне этот шрифт просто очень понравился. Я захотела посмотреть, как оно будет смотреться. С разделительными линиями. Просто куликово. Даже не знаю. Ну, как бы, по-моему, нормально смотрится. Столько у меня здесь бирочек. Кажется, вроде там чуть-чуть, да? Ну, сколько мне пришло там их вариантов. Но на самом деле здесь их... Ух, сколько много! У меня есть отдельный ящичек для бирочек. Ручная работа, где написано. А это нужно как-то красивенько сложить. И, кстати, даже вот я думала, как вариант оформления фотоработы. То есть, если где-то что-то вы сделали, выложили, и вот ленточку выгладить, и как-то ее так вот пустить. Такой вот красивой волной, чтобы просматривалась фамилия. Кстати, даже логотипа не надо. То есть, сразу ваш фирменный стиль, вот он здесь присутствует. И сейчас хочу поделиться с вами ссылкой на конкурс в инстаграм от магазина, где вы сможете выиграть 150 именных бирочек с вашим именем. Условия простые, как я люблю. Подписка, лайк, комментарий. Желаю удачи, победитель будет объявлен 18 июля. Ссылочка в описании. Ну и, конечно, одними бирочками не обошлось. На сайте столько товара, что корзина накопляется каким-то просто волшебным образом. И вот уже порог в 3099 рублей пройден. А это значит, что бонусом весь товар отправляется бесплатно почтой России. Дальше оформляем заявку. Ждем подтверждения на электронную почту по наличию. И вперед оплачиваем и ждем свою красоту. Вот сколько много у меня вот таких вот пакетов. Больших и чуть поменьше. Причем, по-моему, я заказала все. Потому что по наличию мне пришло, что каких-то вроде не хватает. Вот этих побольше. Я по 10 штук заказывала. Каких-то не хватает, какие-то есть. Очень мне удобно ими отправлять. Здесь пупырчатые штучки. То есть подарки, ну, насколько я вижу по фото, которые мне присылают победители, доходят в отличном состоянии. Поэтому это мой постоянный заказ, который я делаю в Гранд Хобби. Вот такой фамиран. Заказывала еще черный цвет. Черного не оказалось в наличии. Очень люблю вот эти бантики блестящие. Давайте вытащу. Заказывала самые ходовые цвета. Золотой, розовый, белый, серебряный. Ну, это то, что я уже знаю. То, что больше всего идет на рынке. Он не на клеевой основе, а на беленькой такой. Так что вырезаем бантики. Кстати, я хочу немножко попробовать изменить форму. У себя вконтакте, в паблике девочка выложила тоже бантик. Но там был не фамиран. Там была, скорее всего, глиттерная ткань. Но сама форма бантика была со складочкой и немножко пошире. А уголочки, вот эти хвостики, были чуть меньше. И смотрелось очень даже здорово. Единственное, что больше, конечно, будет материал уходить. Но хочу попробовать. Если мне понравится, то подработанный эскиз вот этого бантика я выложу где-нибудь в группе у себя. Когда получаешь вот такую вот красоту, отдельно упакованную каждой штучкой, понимаешь, как долго работают люди. Это просто нереально. Для чего я взяла столько много репсовой ленты? Ой, красивые вишенки. И буквально недавно я переделала почти всю свою узенькую такой ширины ленты репсовой на бантики. Выложила в постконтакте. Очень он нашел отзыв у вас. И многие попросили показать в мастер-класс, как скрутить такой бантик. Ой, смотрите, какая лента классная. Вот давайте из нее я и сделаю. И плюс на серединку. Вот розовая, красная. Пускай будет розовая. Итак, что нам нужно? Нам нужна тоненькая ленточка для того, чтобы закрыть серединку бантика. И вот такая вот шириной 2,5 сантиметра. Я беру отрезок равный 34 сантиметрам. Как-то мне вот так вот этот размер больше всего понравился. Итак, вот она у нас ленточка. Мы находим центр. Сворачиваем. Немножко прогибаем. Не знаю, видно, не видно. Здесь, ну, у вас здесь будет немножко такой залом. Теперь скручиваем ленточку к этому залому. Одну часть. И вторую в другую сторону. Тоже к этому залому внахлёст где-то 5 миллиметров. Итого у вас получается вот такая восьмерочка. Дальше мы один из вот этих хвостиков восьмерочки заворачиваем таким образом, чтобы край этой восьмерки был рядом с двумя краями лент, которые мы свернули здесь в центре. Второй мы делаем так же самое. Закручиваем так же. И край этой ленты совмещаем с краем первого хвостика. Немножко нужно выровнять, чтобы было одинаково закрученные и верхушки, и низушки. Так, теперь берем уголку с ниткой и прошиваем по центру, начиная от низа до верха. Лента с рисунком плотнее, чем просто однотонная. Поэтому тут придется немножко поднапрячься. Ой, классная вообще ленточка, арбузик. Так, с лицевой стороны бантик выглядит вот так. То есть впереди должна идти диагональная линия. Теперь нужно затянуть этот бантик и обернуть нить вокруг него несколько раз. И закрепляем нить. Выравниваем, чтобы он был одинаковый. Вот он наш бантик получился. Нужно его приклеить сразу на основу. Немного забегу вперед. И вот эти резиночки я тоже заказала на сайте. Ну, я знаю, есть резинки. Они называются калуш. В простонародье рифленка. Ну, вот это не она. Тут качество, конечно, похуже. Но они и стоили очень дешево. Видите, очень сильно растягиваются. Вот я ее растянула. Вот она маленькая. И вот она большая. Сразу же, буквально после нескольких применений. Я взяла там еще один вид резинок. Эти уже подороже. Они называются бесшовные. Ну, это уже другой вариант. То есть, смотрите, я ее растягиваю. Она какая была, такая и осталась. Я воспользуюсь вот этой резиночкой. Капельку клея. Приклеиваем резинку. Наносим каплю клея. Узенькая ленточка. И прижимаем силиконовой лопаткой. Так. Обворачиваем вокруг бантика. Опять же, наносим капельку клея. Смотрим, чтобы тут ничего не перекрутилось. И заклеиваем. Ну, сейчас я обрежу ножницами. Но, вообще-то, я обрезаю терморезкой. Чтобы край был ровненький. И без... В общем, вот такой вот бантик получился. Миленький, очень держит форму, симпатичный. Мне он напоминает бабочку. Ну, тут еще лента красивая, конечно, с золотом. И вся вот эта красота тоже пойдет на бантики. Смотрите, какая симпатичная. Взяла несколько узких вариантов, потому что мне очень понравился рисунок. Тут у нас капкейки. Пироженки красивые. Арбузики. Как мне нравится, что здесь так много всего, всякого разного. Бантики. Бантики здоровские вообще. Ну, и взяла просто одноцветную. Возможно, сочетать, сделать такой же бантик можно и двухслойный. И взяла еще очень много ленты узенькой. У меня оказалось, что вообще узкой нет ленты. Жалко, что на момент заказа сайта беленькой не было на сайте. Белая, конечно, это... Ну, она нужна всегда. Но я взяла зато розовенькие, желтенькие. Все такие тоже голубые, малиновый цвет. Все приятные. Хочу сделать большую партию звездочек. С помощью вот таких вот шаблончиков накрутить звездочек. Взяла помногу ленты. Попробую, посмотрю. Много еще не делала звездочек. Возможно, что-то получится. Вот нежный розовый цвет тоже. Репса, конечно, я очень много набрала. Но там и сумма вышла нормальная. Но зато теперь у меня есть над чем трудиться в ближайшие недели. Вот тоже красивая. Такая же, как черная, только белая с золотом. Сейчас, конечно, везде, в скрабугинке особенно золото, черное. Сейчас тренды, хиты. Очень красиво бантики смотрятся. Ну, очень дорого. По сравнению, даже если сделать его из обычной ленты, даже если серединку украсить, такой бантик, конечно, красивее смотрится. Дальше... Ой, красота вообще! Супер! Мне очень нравится делать изделия и то, как они выглядят на вот таких вот узеньких ободочках. Металл очень хорошо держит форму. Его можно оплести тканью. Можно использовать просто как вот, как он есть. Например, золото очень красиво вообще. Здорово очень смотрится. И серебро. У меня здесь два размера. 7,5 мм, по-моему. Как-то в паблике девушка выложила ободочек. Он был украшен двумя бантиками с двух сторон. Здесь и здесь бантик. И это смотрелось так необычно, так мило и здорово, что вот даже вот на такой ободочек два бантика сделать по бокам. Симпатично будет смотреться. И, конечно же, заколочки уточки. Мой любимый размер это 4,5 см. Вот они, да. Вот это 4,5 см. Взяла черные. Вот столько их. И вот эти, наверное, 5,5 или 6 см. Серебро. Вот такие вот мои заколочки. Уточки очень люблю. Мне кажется, это очень классный вариант. Вот такие вот петточки. Это вообще китайцы молодцы. Придумали такую красоту для нас. Не надо ничего вырезать. Опаленный край. Все ровненько, кругленький. Только собираю делать цветочки или бантики. Многослойки. Очень нравится. Обычно всегда, когда делаю заказ, заказываю клеевые палочки. По 10 штучек, потому что очень уж быстро они уходят. Очень много я взяла вот таких красивых изделий. Ох, какие они здоровые вообще. С жемчугом. Цветок отличный. Какая красота. Это просто что-то вообще нереальное. Нужно было таких побольше заказать. Ой, не помню, сколько она стоила. Ну, вот я чувствую, вообще здорово бы смотрелось где-то в каком-то изделии. Прямо она невысокая. Такая плоская, как цветочек. Очень много куда впишется такой. О, здесь у меня очень много пластиковых. Их же опять заказывала для вот этих бантиков. Думала украшать еще серединки такими пластиковыми детальками. Они стоят не очень дорого, но смотрятся интереснее. Разные там микки, бантики, мишки. Ну, в общем, я тут их набрала просто кучу целую. Пополнила свой запас полубусинок. Те, которые побольше, поменьше. Такие вот они с перламутром симпатичные. Такая зеленая красота. Вот это, кстати, нитка полубусин. Один метр. Можно попробовать что-то с этой ниточкой. Как раньше делали афиночки. Вот она бы как раз, наверное, подошла. Единственное, как оно бы смотрелось, как ободочком. Как мне нравятся вот эти все штучки. Ну, смотрите, разве это не красота? Ну, вот этот цветок, конечно, покорил меня очень. Посмотрите. Я не знаю. Мне кажется, он даже дешевле стоил, чем вот эти. Ну, смотрится просто потрясно. Вот эти вот для серединочек наших. А вот эти вот две штучки на... Как подвесочки на бантики, галстучки. По серединке. Яркие такие, симпатичные. Или на воротничок по серединочке. Скоро будет школьный сезон открываться. Хотя я смотрю, у некоторых девочек уже открылся, уже начинают делать что-то. Ну, и вот такие вот обычные простенькие, дешевенькие серединочки, как будто бы из полужемчужинок сделаны. Подкова в золоте и в серебре со стразами. Как мне такое все блестящее нравится, не могу. Вот это у меня получается сердце. Такое вот сердечко может отлично украсить бакетик. И вот такая корона, тоже красивая. Вот такие вот еще круженные пятачки. Я взяла их для украшения задней части изделия. Например, под заколку автомат или что-то такое, под ободочек даже. И вот у них есть такие, как брошечки даже. То есть здесь маленькую какую-то композицию, какой-нибудь небольшой цветочек сделать. Например, из сантиметровой ленты. Там цветочек, листик, еще цветочек. И как-то подвесить его на колечко на какое-то или на галстучек. Такую вот красивую композицию. Думаю, будет интересно так смотреться. В общем, у меня вот три таких варианта. Советую присмотреться. Так вот они сразу как-то дают мысль развить. Куча-куча линзочек. У меня есть вот такие вот топсы. С ними я делала тоже бантики на повязочках с красивыми резинками. Смотрелось симпатично в серединке. А если вот так сделать с рисунком и как ее приклеить, получается, надо рисунок приклеивать или оно будет как-то держаться. Все равно я к самоклейкам не очень отношусь. Мне кажется, что со временем этот клей как-то высыхает или что-то с ним происходит, что оно может отвалиться. В общем, вот такая вот у меня здесь красота. Смотрите, сколько всего. Конечно, теперь я очень рада, что у меня есть свои фирменные вирочки. Ну и, конечно же, в посылке меня ждал подарочек за заказ. Не знаю, как так получилось, но там была сова. Совпадение? Не думаю. Спасибо вам, что оставались со мной до конца. Надеюсь, моя распаковочка вам понравилась. Возможно, что-то вы что-то присмотрели, что-то захотелось тоже купить. Какая-то идея, может быть, понравилась. Кто ждал мастер-класс бантика, вам тоже привет. Ну, в общем, все. Спишемся с вами в комментариях под этим видео. Творческое вам настроение. И до скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok